Внаружи выходить не лень, пусть даже там отличный день. Ну чё, по себе, блядь, куда пизду? Должен быть камень, я иду, вот какой-то камень, блядь, обойди камень, чё, ёбаный в рот, блядь, обойди его, блядь, да куда? Куда? Ого-го, всё это случилось, и что, ну чё? Всё, мы? Что это за место? Не знаю, блядь, пролог, ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Не-не-не-не-не, прям такое. Так у нас буквально нет вещей, мы буквально нищие, мы обнищали, у нас не вещей, ни хуя нет. Эти люди, господи, сейчас за хрень происходит. Внутри пусто всего лишь костюм, что это или кто-то. Так, скейнер софт, это вот, как раз мы получили, спали в пуху, дуще. Большой сброс, это вот, это время, когда ещё были зомби, вот тогда стимули атомную бомбу, перед губной планетой, когда-то сбрёс. Атлас. Я начал прочитать справочник. Ага. На кнопочку нажать буду. Чё один. Телефон, да. Ответил на молодой, очень неуверенный голос. Помогите мне. Я удивился от собственного голоса, настолько нестязательно он звучал. Бригада уже направлена, у вас есть повреждения. Голосы струбки стали более уверенным и твёрдым. Вроде порядки, где я шлют за место. Вы в изоляторе, обстановка вокруг вас создана для беспредельного спокойствия прибывших. Волнуйтесь, скоро вам окажут всю необходимую помощь. Чего-то другого голоса на той стороне сообщил о стабильности аномалии. Как я сюда попал? Я точно не знаю, как это работает, вы прибыли через портал, но вам всё расскажут после медицинского осмотра. Я ничего не помню совсем. Не переживайте, скоро вам помогут надежные специалисты. Я вижу под датчиком, что рядом с вами ещё несколько инородных сущностей. Это люди? И здесь костюмы только вокруг, но они пустые. Воспомнил, как угодно хотите, помните, я не могу точно сказать, минут пять, наверное. Хорошо, если мне сообщат, что проход к вам завален. Вы можете открыть дверь, чтобы продвинуться ближе к точке эвакуации. Я пока не пробовал тут на потолке обвал, но дверь вроде в порядке. Отлично, вам нужно пройти по коридору, навстречу бригаде спасатели, они разбирают завал вам навстречу. Я в скафандре, вряд ли я смогу туда подойти. Снимите его в комнате очистки. На выходе вам сообщат компьютер, когда это потребуется сделать. Вы можете дышать нашим воздухом так же, как дышали своим. Ну ладно, выдвигай. Как снять-то? Как снять-то, блин? Иди. Ну, бегаем, чё? Развитый снега. Ох, ну, так и. Ура, могу сказать, что лицо. Что дальше? Наверное. Отъезда сюда, наверное. Ох. Что дальше бежим? Чё это? Ох, тут никак не пройти. С той стороны завал. Чё делать, тупо? Телефон, вы покинули зону загрузки и очистки, всё хорошо? Да, вот только прохода тут нет. Тут завалено полностью. Мне даже теоретически не пробиться. В этом расстоянии, 4 метра с той стороны, как вам приберётся наша бригада, это всё, что мы сейчас можем перебить камни вручную. Ладно, я понял, буду пока мешку толкать с этой стороны, надеюсь, не осыпется. Уйди осторожнее, сам. Тяжело лучше не трогать. Понял, вывершить. Раз. Пробираться. А, я могу пробраться через завал. Блин, чё. О. Ломить. Дверь погнула, не откроется, только кидись. Дверь крепкая, долго будет кидись. Я. Не знакомиться, что, блядь. Говорить. Не знакомиться. И ты какого хрена там делаешь? Что? Ну, вы кто? Не понимаешь, ты кто, блин? Вы спасатель? Чего? Это в порядке? Ты откуда взялся? Я говорю по телефону, там люди, они разбирают завал. Ко мне. Я из портала вышел, там мне на встречу идут люди. Это не вы? Тут ещё дверь пилят. Из портала. Ох, ты же. Так, слушай, эти люди не люди. Эти люди не люди, класс. Они тебя приконтят сразу же, как увидим. За что? Ты вот такой. Если сюда, через пару минут, тут всё обвалится. А как же те люди? Не люди это, слушай, парень. Надо сваливать здесь со мной, иначе завалят тебя. Да погнали. Погнали. Пробросись по узкому лазу. Я свалился в довольно большую пещеру. Человек, что меня сюда позвал, куда-то делся. Видимо, открался в углу пещеры. А как же болит голова, что дальше? Эй, он нашёл дальше. Убью, блядь. А там завал. Похоже на пещеру, про это... А, на пещеру второго босса. Это место? Я уже его видел. Да-да-да, это напоминает локату. С боссом. Пройдя пещеру, испутившись в комнату, я предстал перед сидящим на ящикам незнакомцем. Где-то в глубине сознания я испытывал большое облегчение. Выкинул пещеру, правда, при попытке что-то вспомнить, голову начинает отливать сильная боль. Ебать. На сталкер, похоже, вот со стилистикой, вот эти подвальчики. Незнакомец. Здоров, жив? Жив. Где второго? Кто такие? Червяк отправился к аномалии. Нужно успеть прихватить всё, что принесло. Чего? Прихватить всё, что принесло. Что принесло, блядь. Не понял. Я, кстати, серый. Сергей получается? Лучше серый, привычный. Мой напарник по ситуации червяк. Он, кстати, реально червяк. Раскульский такой. Мне наверху говорили, что я вышел из портала, но я ничего не помню совсем. У тебя с собой никаких бумажек нет? Или дисков, там, плащик, реставров, каких-то носителей. А всё, что было, это скафандра. Но в нём даже карманов нет. А воспоминания начинаются с того момента, как я в комнате оказался уже здесь. Потом инструктаж от какого-то, и потом серый меня перебил. Да, здесь автоматика работает. Роботы мониторят аномалию. Раз в несколько месяцев из неё выбираются какие-то вещи. Роботы вытаскивают всё на эксперимент свои. Кто-то вроде сказал, что они меня убьют, или что-то в этом роде. Может, сразу не убьют, но вот в голову залезут, потом увидишь, что тут творится. Себе совсем ничего не помнишь? Вообще, в голове пусто. Только эта комната за журналом, и всё. Память можно преобразовать, попробовать вернуть, если при блуде одна процесса немного болезненный, но результат почти 100%. Было бы неплохо. Проход, слон. А проход, да, проход. А кто такие, зачем им подрывать и проход? Мы с 21-го убежища, и тебе-то ни о чём не говорит. Наверное, я и червяк, мы исследователи, а проход подрываем, чтобы местные не полезли за нами. Но те роботы, что здесь тусуются, довольно глупые, и их радары ничего не показывают. Я натыкнул глушилок, всё, что они видят, это земля и всяких хлам. Но там знают, что из портала вышел человек, я с кем-то говорил по телефону. Не знают, это автоматическая система, её люди построили сотни лет назад, они потом, она потом должна передать данные в управляющий пункт, только такого не существует. Вот оно как, сон. По спадьбе голова раскалывается. Это можно, но нет тут. Иди дальше, по Квидору, там найдёшь комнату такую маленькую, с кроватью всё равно, червяк пока нет. Хорошо, а ты? Я сейчас тут покараулю, чтобы тихо было, потом тоже приду. А ты можешь закрыться и отдыхнуть. Я обещать не буду, как ты проснёшься, выходи в общую комнату. Хорошо, пойдём, спасибо. Нормально. Странно, почему он не удивился, потому что это вообще первый человек живой. Ну как бы первый был тот, что он болтал в это, перед тем, как в портал залезть, он болтался с человеком. Но опять же, тут ты видишь человека в живую и даже не удивился. Там-то голос удивился, а тут робот какой-то. Этот робот лучше всего не трогать, подробнее. Рабочий стол с бумагой, подробнее. Незнакомый агрегат по виду, внутрь может понеститься несколько человек. Опа, открыть. Не стоит рыться в чужих вещах. Ну, тоже это. Хорошо сказано. Здесь можно прилечь. Через пять нужно закрыть навес. А, даже так. Отлично, можно ложиться. Бам. Тоже с навес прикольно. Проснувшись, я ощутил сильный голод. Нужно уточнить у ребят про еду, потому что куча коробок с маркировкой. Иху. Ты, ты командир, чтобы сочлить одну и вскрыть. Голова болела. Мне даже что-то приснилось. Но я совсем не помню подробностей. Лечь размытую. Образы и ощущения. Вроде по ломоте в теле спал я долго. Руки и ноги едва шевелятся. Память пока даже не намекает на возвращение. Так, открыть. Я помню 10 хп. Скафандр, как у меня? Че мог быть? Альтернативная вселенная? Серый поговорить. А че, я разбужил? Я не хочу убудить, че так. Ну ладно. Ну что, выспался? Типа того, голова рассказала. Это снялся, что не могу сообразить. Че, долго я спал? Часа два, табли, так дать. Мне нужно, а вот переклить хочется. Можешь по йогу взять, в столовке валяются рядом с той койкой. Ну что, спасибо, а такое себе? Ох, ебать их читать. Как вы здесь живете? Ну, мы с червем родились уже после войтных с детства. Занимаемся наукой, изучением слабых мест машин. Численность людей маленькая. И вся наша цель сейчас найти способ отключения роботов. Роботами кто-то управляет? Что это вообще такое? Не знаю точно, у одних роботов есть коллективный разум. У других со собственным. У некоторых разума-то нет. А вот есть ли у всех них какой-то единый центр? Скорее всего, нет. А как у них цель? Просто убивать людей? И этого я тоже не знаю. Война была очень давно, люди проиграли. И с тех пор они охотятся на других. Просто потому что остаться должен кто-то один. Или роботы, или люди. Плохо портал, роботы и война. Хотя я совсем не удивлен. Нет ни шока, ни страха. Хочешь себе вернуть в свою память и все вспомнить. Серый, не переживай. Вирус. Такое, что надо тебя отбрыскать. Все равно-то рано или поздно столкнешься с роботами. Слушай. Время войны люди пытались победить роботов при помощи наноботов. Как ты можешь понять, ничего не вышло. Но случился непорядный эффект. Роботы теперь сами могут внедрять в людей наноботов. Роботы потихоньку трансформируют организм, заменяя органику механическими деталями. В некоторых случаях дополнил неузнав моему стилю. Но зачем? Мозги. Работам. Чего? Работам край. Как нужно? Чего, блядь? Работа, что значит работам край? Может, роботам крайне как нужны вычислительные мощи? Чем продуктивнее мозг, тем лучше. Мозг потребляет крайне мало энергии. В каждом пятом роботе где-то внутри чей-то мозг. Вот как. Избегай прямых контактов с роботами, не позволяя им внедрить в тебя ботов. Даешь я понял? Робот, кстати, о технологиях. Это что за механизм? Какой устало? Тоже робот? Блядь. Сука. Ебаный. Текст, текст, текст. Блядь. Блядь, сука. Пиздец. Пока он так же, как и ты, из портала, но почти всегда в режиме подниженного бодрства не прибывает. Заряд его аккумулятора ограничено. Зарядить в этом мире ему нечем. Для подпитки у него дома использовали специальные энергетические кристаллы. В этом мире таких нет. У него есть встроенный преобразователь. Нет подходящего источника питания. Будем пробовать батарею из твоего скафандра. Может, подойдет. Вот оно как ясно. Он нас еще слышит? Слышит, не переживаю. Он только вид делает, что спит. А повреждения видел? У него нижние половины туловища нет. Но его ведро с облашенным маслом поставили, чтобы контакт хотя бы не ржавели. Это прикольно. А говорите, можно? Или как ругавшись себя вести? Да ну, все, можно. Вон у доску стоит. Произможности постараюсь распростить его про портал. Ага, удачи ничего не раскрыли. Я смогу читать. У нас чего-то ждем. А человек скоро должен вернуться. Отправился проверить пути, как вернется. Отправимся на поверхность. Нужно свалить оттуда. А мне что сейчас делать? Можешь пока сгонять за водой. Там дальше по прямой. Если идти в сторону метро, родник можно найти воды. Блин, набери, бери бутылку, фонарь и попечили прямо. Хорошо, как раз разомнуть. Хорошо, ежедневно, что-то не слезо. В смысле не стоит рацион. Он сам разрешил там разомнуть. Да ты охуешься. Погусти на болтать. Лучше вы не трогайте. А вот бутылка, бутылка. Фонарь? Это фонарь? Я могу что-то взять? А фонарь, это где за тобой? Это фонарь. Так, блядь, я что-то... О, лампа. Лампа. О, бесконечный светильник, ура. Так, ну, а за водички пойдем? Пжжж. Поэтому на это все. Доброе.